Все те качества, которые у кого-то вызывали негативную оценку, как-то, не странно, мне импонировали. Понимаете, в чем дело? Я только думаю, что вот мне надо было ему с Наиной Осипной ездить вместе. Тогда бы, наверное, он не попал, вот как в Шиноне, в трудное положение, понимаете? И вот эта его русскость, которая мне импонировала, она его и подводила. Вот она его подводила, я не знаю, я как-то, как-то, я вот не мог его... Я видел, как, как вот, я помню, тот же Ташкент, понимаете? И как там все находили способы, значит, угождать Ельцину? Я вообще никогда не угождал, никогда ничем унизительным не занимался. И он этого не требовал, понимаете? И он не делал вид, что это ему приятно. Но вот это вообще, вот это угождение... Я помню, уже вроде все закончилось, уже отпились, отъелись, отторжествовались. В каком-то круглом зале, по-моему, чуть ли не цирк, значит, с четырех сторон, круглый зал какой-то циркоподобный. После уже всего этого дикого пьянства, то есть не все пили, но можно было напиться, въезжают четыре тележки, так, к центру. На каждый барашек зажаренный, там питье. Вот, всякая, стоит и первым приглашают, когда они съезжаются, Бориса Николаевича отведать. Вот. Мне импонировали все его качества, но иногда они его подводили. Притом, знаете, мне почему-то кажется, может быть, я его пытаюсь оправдать, потому что он мне нравился. Мне почему-то кажется, что он иногда не видел иного способа снять вообще страшный стресс. Сейчас, вот, в Минске ведь, что произошло, когда был в Минске саммит, и я был хозяином этого саммита в 92-м году. Ну, скажем прямо, Борис Николаевич, вообще, так хорошо, по-дружески все беседовали, но он более усердствовал, чем остальные. И, в конце концов, когда нужно было идти на пресс-конференцию, то Борису Николаевичу можно было только отнести на пресс-конференцию. Вот. И надо сказать, что, ну что, мы тогда наметили следующий саммит в Ереване, он так и не состоялся, не был в Ереване. Ну, и мы решили с Тарпетросяном. Нет, Тарпетросян говорит, хороший вариант. Вот, давайте с вами, Тарпетросян человек высочайшей культуры, он никогда никому не обратился на «ты» и никогда не употреблял никаких, значит, бранных слов. Он говорит, давайте мы с вами выйдем на пресс-конференцию, вы как хозяин этого саммита, а я как хозяин будущего. Ну, и все сможем объяснить, сговорился. Мы так и сделали. Там они говорили, почему, Борис Николаевич? А у нас мы говорим единое мнение у всех. Поэтому мы решили, зачем же тут множество собирать. Вот мы вдвоем можем вам все объяснить. Все все понимали. Я вообще не видел журналистов, которые бы плохо относились к Ельцину, если они заранее, в общем-то, не были настроены. Вот пришли наши новые журналисты, мне сегодня звонят тоже новые. Вот они уже Грибовская-то ругают. Кстати, Грибовская-то меня высшим орденом Литвы наградила. Почему-то. Они уже ругают там. Правильно она говорит. Так вот, к Ельцину, если вот человек с ним встречался первый раз, ну, нельзя было плохо отнестись. Я говорю, я вот ошибочно, очень хорошо отнесся первый раз к Горбачеву. Потому как его узнал, так не по себе мне стало. А Ельцин о чем больше узнавал, я не могу сказать, тем лучше, я сразу хорошо относился. Хорошо. Это укреплялось во мне. Наверное, есть у меня такая дефектность, что вот это по Ключевскому, я не помню о каком-то царе российском, он говорил, человек великой души русской, который вообще здесь давил белорусов как мог. Вот, скромнейший человек великой души русской. Так я бы сказал, что Ельцин – человек великой души русской. И, ну, вот, Лихачев. Помните, вот, эта борьба с алкоголизмом, когда обрела такие вообще идиотские формы. Я не знаю, что лучше – пить как Ельцин или бороться как Лихачев. Лихачев! Лихачев, простите. Лихачев – это чудесный академик. Вот, Андрей Дмитриевич. Вот, или нет, и могу упадать, значит, Лихачев – это очень плохой человек, который вырубил виноградники в итоге. Так вот, а Ельцин бы виноградники не вырубил. Вы понимаете, это снова не очень простой ответ. Может быть, я бы мог предъявить такую претензию к Борису Николаевичу, что, допустим, ну, как вы, Борис Николаевич, так, в общем-то, расстались с Гайдаром, как вы его так недооценили. Ведь это, в общем-то, ну, потрясающий человек, да. А ситуация такая. Я с Гайдаром за два месяца до его смерти встречался в Страсбурге. Вот. Ну, я не говорил на эту тему. А ситуация была, вот если разобраться, что там было, ну, нельзя было иначе. Нельзя было иначе. Может быть, и есть такой разговор, что, в общем, без особого труда Ельцин сдавал своих соратников. Я думаю, что и Бурбулиса он сдал рановато. Но я же не знаю всего, что его подталкивало. Понимаете, иногда вот на такой должности можно охарактеризовать человека, как там, поступающего жестко или даже жестоко. Но мы так мало знаем мотивацию, почему это произошло. А я уже понял, что такие ситуации бывают. Вот представьте себе работать с конгрессменом американским по Беларуси, который убежден, что у нас был Чаушевск. А там ведь тоже такие есть. А со всеми работают. Это же ему не скажут, что ты плохой конгрессмен. Как же это же вообще? Оскорбить избранника народа. Так вот, очень сложно оценивать эту ситуацию. И я не имею права быть судьей. Нет. После Беловежских соглашений, да. Но после отставки, нет. А после Беловежских соглашений, да. Я много раз был в Москве. Мы много раз встречались. Притом, значит, благодаря Ельцину я очень близко познакомился с Александром Михайловичем Яковлевым. Так. И вы знаете, я с Александром Михайловичем, что я начал путать отчество? Александр Николаевич, правда? Ну. Александр Николаевич. Александр Николаевич, да. Так вот, при Ельцине я очень близко познакомился с Александром Михайловичем Яковлевым. Я, в общем-то, хотя я его раньше слушал еще в советское время на вот этих сессиях в МГУ, но здесь я понял, я потом разыскал, в общем, что он напечатал. Я его «Сумерки» вообще изучил от корки до корки. Его вступление к вот этой черной книге на коммунизм, это, я считаю, великолепнейшей публицистической статьей. И еще со многими я людьми познакомился благодаря тому, что встречался с Борисом Николаевичем. Так вот. Были встречи, были хорошие встречи. Плохо. Ну, вы понимаете, в чем дело? Лукашенко представлял страну. Он был законно избранным президентом, пока был Ельцин. Он был законно избранным президентом, понимаете? Вот. Поэтому как? Так и надо было строить. Ну, не говорили же, что я в тебе вижу хама и неука. Это было бы как неуважение к Беларуси, поэтому он не мог. Я думаю, что он такового в нем и видел. Начиная с 96-го года, Борис Николаевич попал под влияние левых. Я уже говорил правительству Примакова, и он сказал, что он сожалеет, между прочим, о том, что было совершено в Беларусской пуще. Вот. Ну, я очень сожалею, что он так сказал. Но тоже думаю, что иного способа выиграть выборы в условиях, имея трехпроцентный рейтинг, если верить российским социологам, не было. Поэтому, как квалифицированный к тому времени политик, имеющий таких, в общем-то, квалифицированных менеджеров политических, каких он имел. Наверное, это были звенья продуманной цепи. Вот. Я могу только сожалеть об этом. Ведь, понимаете, если говорить вообще о Беловежском соглашении, то практически у всех была трещина где-то. Фокина я не знаю. Ведь Кравчук что сказал 5 июня 2005 года у себя на Раде? Он сказал, если бы я знал, что будет твориться в Украине, я бы скорее дал себя трубить в руку, чем подписал Беловежское соглашение. Мне через два часа после его выступления его синаграмму прислали по электронной почте. Значит, Фокин не знаю. Наш Кебич так вообще плачет, что это его ошибка, что это я его заставил сделать. У Бурбулиса были трещины, были трещины. Как-то мы с ним были в прямом эфире, и когда я его буквально благодарил за ту фразу, которую он придумал, он вообще воздерживался подтверждать свое авторство. Но потом все стало на свое место. Видимо, желание быть устойчивым в Совете Федерации заставляло его как-то делать не совсем правильные заявления. Но я его тоже не осуждаю. Он свое дело сделал. Фраза эта великолепная. Понимаете, может сложиться впечатление, что я претендую на роль какого-то особого ценителя. Но я никогда, даже намеком, не отрекался ни от одного элемента Белорусского соглашения. Горжусь этим. То, я думаю, с гораздо бы большей кровью Россия могла достигнуть того, что имеет сегодня, и достигла бы этого гораздо позднее. Я бы так продолжил эту фразу. Я таких решений не помню. Вернее, не знаю. Я знаю, что многие осуждали решение Ельцина. Особенно, когда я был еще на должности, я незамедлительно считал своим долгом прореагировать. Я бы так, в общем-то, может быть, даже не обращал внимания на это его заявление. Это внутреннее дело России. Но я незамедлительно считал своим долгом обратить на это внимание и заявить о том, что я на его стороне. Таких ситуаций было несколько, я не все помню. Но вот вы же знаете, как эти великие герои, зальные, там объявили расстрел парламента. Слава Богу, что я знал, кто такой Макашов. Я вообще не знаю, как это могут существовать люди с такими убеждениями. С желаниями уничтожить и прочее, не знаю решений, с которыми я был бы не согласен.